Сегодня у нас 1 июля 2015 года. Это Одесский православный лагерь «Стан». А куда пошли-то вы? Виктор Николаевич! Виктор Николаевич! Виктор Николаевич! Вы не туда же пошли, вон он! Вон там бугород-то, куда вы пошли-то? Бугород вон там, а вон он! Это вот мы утром, там у нас в лагере заедает мошка, комары. И нам начальник лагеря, Игнатьев Ильич, обкосил тут на одном бугре крапиву. И сейчас мы туда пойдем молиться, утреннюю молитву совершать. Мы сейчас с утра сходили за водой на колодец, каждый поведерочку принес. Вот, зарядку сделали и сейчас будем молиться. Время у нас без десяти доходит шесть, сорок восемь минут. Вот выход сразу туда, запомните. А то что-то нас, дядь Никита, сорок лет по пустыне ввел, ввел, четыре минуты. Чтобы вымерли мы на колодец. Так, скорее мальчики с этой стороны, девочки с этой. Все, становимся, становимся. Вот сколько крапивы набралось тут. Вся пойдет у нас на костер для картошечки. Не надо косить. Кепки сняли? Снял. Все, разговоры. Ничего, Ксения, даже спиной повернулась. Ты будь внимательна, у тебя очень много пустословия. Вчера какой-то крик истошный, это ты издавала. Сидит, сидит на песочном, вот так вот. Как вот бесноватая какая. На территорию лагеря не бегать, не кричать. Кто это делает, как на часы сразу ставьте. Все, семь я говорю, старше. На часы, на минут 10-15. Все, вот так вот, на вытяжку. Как это вот делаем после отбоя, когда они говорят. На территории лагеря. Вон Игнат Тихонич идет. А потом мы пойдем с вами в специальное место, где можно покричать и разрядиться, так сказать. Чтобы у вас эмоциональный всплеск был. Все предусмотрен, начальник лагеря, он все предусмотрел. Когда будете начальниками лагеря, тогда можете свои какие-то правила водить. Прямо ноги. Ноги вместе. Сейчас что-то он скажет, подождем немножко. Мы уже здоровались, то можно еще раз. Доброе утро! Доброе утро, мать и тигмы. Тут нора какая-то большая. Вот пришли сюда, коротко объяснить. Это вот везде здесь были фермы. Коровы, коровы тут здесь, телята. А вот это вот. Слушай внимательно. Здесь Николаевич стоит. Здесь башня стояла водонапорная. Но вокруг это, тут я не знаю, что тут яме было. Вот вчера я убрал, это здесь, видите, совсем мало мушки. Во-первых, возвышение. Ветерок хотя бы маленький был, уже бы вообще ни одной мушки не было. Я лопаты для чего принес? Кто догадается? Засыпать. А? Засыпать где? Не понял. Засыпать где? Засыпать. Она вообще мешает мне. Видите, как полукругом, сзади, там еще можно остановиться, поплотнее тут места хватает. Для чего я лопату принес? Корни крапивы может выкопать. Как? Корни крапивы выкопать. Молодец. А почему? Потому что косить она сухой, очень трудно. Просто литовка портится. И поэтому, ну, кого здесь поставить? Кто умеет это делать? А кто это хорошо умеет делать? Никита. Это действительно работа. Что сделать? Сначала там выбрать, что это убрать. И вот это вот ее так выкапывать, корни, значит, на следующий год здесь не будет. Как крапива, очень, ну, слабая, корневая система, у нее слабая. И вот так вот, чтобы никуда землю-то не девать. Земля здесь остается, а это вот она. Все. И все вокруг вот это вот ничего не стоит. Две лопаты. Как свободное время, Никита? Выбери время. Сначала там убрать, чтобы она не росла. Почему? Потому что она будет подниматься, и у нас все время надо косить. А так один раз. Притом сюда мы будем приходить не один раз. Здесь мы на этом молились, ну, лет 26 назад. 26, а у вас жизни такой еще не было. Мы приходили здесь, мы ложились сюда поздно-поздно. Я не знаю, почему у нас было. И мы заканчивали молитвы, звезды были, такие беседы были. По-другому было, как-то время сместили этими часами или что-то. Там что-то даже, какое-то как строение, видимо. Вот это вот и было обложено. Не под землей. Видно как. Ну, вот сейчас помолитесь. Я перед молитвой хотел вам кое-что сказать. Перед молитвой. Вы научитесь правильно мыслить. И у Бога просить здравые мысли. Вот все, что видите, вы должны пропускать через сознание полезности, правильности. Не думать так, а, дали, все правильно. Государственная дума принимает законы, которые только сегодня начинают обдумывать. Молоко писать цельное. Молока-то нет никакого, который порошок продавали-то. Специальный закон приняли. Чтобы не обманывали людей. Что там натолкали, неизвестно. Ест колбаса. Колбаса вкусная. Она дурная, она плохая. В нее все натолкано. Я однажды читал, что сделали. Мраморная крошка. Мраморная пыль. Вот мрамор когда. Пыль. Ну, мрамор это камень. Да. И они в колбасу натолкали, кажется, 4 тонны. Тонны. Тысячи килограмм. В Италии продавали масло оливковое. И они продали, я не знаю цифру, но речь идет там о десятках или сотнях тонн масла, которое в машине применяется. К этому подмешивали и все. Вот так колбаса. Туда что угодно толкают. И человек ест. Ты даже не прикасайся к этому. Это отрава. Ну, есть химические красители. Или дальше такие добавки дают, которые запах приятный дают. А там ничего нету, там отрава. А где настоящее? Настоящее вот здесь. Молоко берем прямо из-под коровы. Корова комбикормом отравленным не питается. Она ходит, где вы сами ходили. Лучшего молока, чем у нас здесь, вообще не существует. Нету его. Во-первых, благословенная. Благословенная скотина. Ее освещает батюшка водой крапит. Второе. По сути, люди, которые не матерятся. А что это отличается? Отражается. Да, это отражается. Отражается. Вот весной опыты были такие. Взяли пшеницы. Ну, на большие блюда намочили пшеницу. Как она будет прорастать? Но комнаты друг от друга на расстоянии. И в одной включили магнитофон, где слова записали. Пришел, допустим, верующий человек и говорит, Господи, благослови эту пшеницу, чтобы она дала плод добрый. И на магнитофон записали. А там, когда склеивает, она идет кругами. Опять, Господи, благослови эту пшеницу. Она дает плод добрый. И опять, Господи, благослови эту пшеницу. И добрая музыка играть. Пшеница – это не человек. А в другой комнате, сказали, там призвали заключенного, кого ты ругайся. Да что ты, да проклятая, да мать тебя, да три этажа. И схожесть, даже сравнить, там 10% схожести, а здесь 99%. Вот какое дело. Коровы, которые слушают музыку, классическая музыка, там, ну, что там, Баха, там, Бетховена, что-то такое. Не Скрябина, конечно, не Вагнера. Молоко другое. Состав молока другой, от музыки. А нам кажется, разницы нет никакой. Ты глупый, ты ненаученный. Ты зациклен на своей глупости. Свою глупость на первое место поставил. Что вам дают носить? Это все надо подвергнуть сомнению. Почему? Потому что те, которые руководят, у них задача – жизнь с земли, 6 миллиардов людей уничтожить. А один миллиард оставить. Они за людей-то не считают, которые люди здесь. Какое-то быдло. Ну, посмотрите, вот, настольный теннис, когда играет женщина-то. Обязательно, чтобы она с голой задницей была, грудь у нее вывалилась, и все. Кому это надо? Те, которые организуют. А мисс Красота, говорит, все через постель делается. А как вы устояли? А у меня, говорит, брат за руку водил. Строгий брат, нигде не позволял. Она, мисс Красота Алтайского края. У нее интервью берут спустя там 20 лет. И она все рассказывает. Все везде, где ты видишь, подвергай через призму Священного Писания. Я почему стал с вами сегодня говорить? Сегодня мне пришлось разговаривать. Подойди сюда, Ксения. Нет, не ты, вторая. Подойди-ка. Вот у нее карман, я смотрю. Карман, гляди-ка. Внимательно, глядите. Карман. Что в этом кармане можно держать? Вот карман вверху. Вот это что пришито? Для чего? Это означает край кармана. Вот он где. Дно его. Рассуди. А вот где есть. Вот карман. Ну как он должен быть, карман? У Виктора Николаевича, посмотрите. Карман сверху. Вот сколько в этот карман можно положить? До краю. А потом, потом застегнуть на две пуговки. Видите, как делается? Вот он, все карманы сверху. А это как? Взяли у кармана, отрезали две трети кармана. Ну, здесь может что-нибудь быть в этом кармане? Вот на этом месте. Ну, ясно, что никогда не... Что оно может быть, когда ничего нету? Хоть здесь, хоть здесь выпадет. И вот эти два пальца, все, я и говорю, это же совершенно ненормально. Нормально. Ну, как нормально? Ты уже потерял, не помнишь, сколько. Оно может задержаться в кармане только на два пальца. Но если вышли, как оно задержится-то? И ты должен отвергнуть это. Перешить. Прийти и перешить. Разницы нет какой. Потому что, видите, разные цвета. Какие? Полоски, буквы там, что пишут. Вот эти карманы с боковыми вот этими, это рассчитано на скотину. Что у нас мозгов нет. Те, которые издают, говорят, да проглотят. Не все глотают. А они что, выпускают? Говорят, да выпускают, что никто не разбирается. Это скотина. Это не люди. Это быдло. Это гои. Гои это скот. У евреев есть книга такая, шульха на рух. Ее выпустили. Тут бунтовали, бунтовали, так и идет. Как уничтожить русского человека? Я не говорю вся нация евреев, но книга такая, выпущенная в Москве официально. Официально. Ее, они среди распространяли, депутаты этой книгой, там сколько трясли и ничего не могли сделать. Если женщина там попала какая-то, русский попал в яму, не подавай ему лестницу. Идешь мимо храма, плюнь, фу, чтоб ты провалился. Учат их как. И русские, люди другие, которые не евреи, они не от семени мужского завелись, а это от скотины, от дерьма. И все прямо написано черным по белому. Они нас ни за кого не считают. А вы их за кого считаете? Мы должны их считать за благословенный народ. За семья Авраама. И нигде на евреев не сказать, что они там прокляты или какие. Господи, благослови, чтобы они тебя нашли, истинного Мессию. Благословляющий потомство евреев будет благословен. Проклятый, проклинающий проклят будет. Никогда евреев не ругай. Так они ограбили нас. Да, так, я не оправдываю. Но не трожь их, не задевай. Это благословенное семья от Бога. От них Христос, от них Богородица, от них апостол, от них Святая Библия. Павел говорит, великое преимущество быть иудеем, евреем. Преимущество. То есть это радостно. А почему? Потому что, во-первых, им доверено Слово Божие. Как бы ни они, у нас бы Слова Божия не было Библии. Библии не было. Я вообще не знаю, зачем жить тогда мне. Зачем? Вы поняли? С карманами разберитесь. И никогда не говорите, что нормально. Это значит, что у тебя уже голова манкурта на плечах. Ты помолись об этом. И упрямство не будет, ничего уйдет. А за упрямством разуйся. А я не хочу. Все время внутри бунт идет. Я говорю, ненормально. Почему оно нормально, когда половина... Ну вот он карман. Посмотрите, вот она рядом стоит. Вот он карман у ней. Что в этот карман можно положить? Вот посмотри. Только на уровень двух пальцев. А остальное вырезано. Это не карман. Это рассчитано на самых дурных. И возьмет она, возьмет. Так а другого нет. Ну тогда пришей. Пришай, все эти буквы отдери. Но музыка-то не плохое слово. Вы сами смотрите, что носите, какую обувь. Вся застежками. Маленько погодя, застежка отвернулась. Вот так сапоги развернутые. Теперь веревочкой подвязывать. Идите, платите деньги. Вот на таких каблуках, на шпильках. Может человек ходить? Не может. Она в асфальте, даже разогретый асфальт, она тянет, вытягивает ногу. А потом вот такие вот пальцы у нее на ногах. Потому что она идет на цыпочках. И как только сядет дефтромай, она скорее старается сдернуть хоть маленько. Обувь какая должна быть? А вот обувь. Каблук. Середина подъем. Как устроена подошва, так и должен быть. Почему солдатам не дойдет на шпильках ходить? А ее сделали для чего такое? А для того, чтобы она деньги туда платила. Ты убежать не можешь от преступника. Ну маленько-то гляньте, чем вас кормят. Кормят, это означает и одежда, и обувь. И жилища какие дают? Какие жилища? Где живете-то? А где нормально? Вот нормально. Вот где? А комар кто кусает? Кормар это нормально. Он не дает крови сгущаться. А как кровь сгущается у всех от жары. Много влаги уходит, кровь сгущается, тромб, и человек умер. Вот нормальная жизнь, когда мы здесь находимся. Сделайте так, чтобы вот так была грудь закрыта. Вот так вот. И нигде больше не открывайте. Вот. Воротничок вокруг делается, как вот ошейник у шарика. Они так, чтобы все открытое. Ни одной мусульманки такой нет. Мне говорят, а чего вы мусульман хвалите? А есть за что хвалить? У них 100% сохранение девственности до замужества. 100%. А здесь почти 100% развратницы. Проститутки растут в школах. Шлюшки. Подлые. А почему? А какая разница? Она в 12 лет от учителя математики защитила ребенка. Вот. Об этом говорим где? Там все в интернете стоит. И показывает. Так ты точно от учителя? Да не знаю. У меня их трое до этого было. А и 13 лет. Вещь неслыханная и невиданная. Среди евреев, которые раньше были по Писанию, и сегодняшних мусульман. Как они так? Они не христиане и сумели поставить. Потому что они работают. А у нас священники не работают. Жируют. Они не смотрят, кого исповедают, чего. Я аборт сделала. Ну ладно, 40 поклонов до субботы сделай. 10 лет от ученой должна стоять и плакать. Да она больше не придет. Она и не нужна. У ней прописка в аду. Ты не тащи ее. Ты ей сказал, все. Твое дело засвидетельствовать. Нормально. Слово нормально придумали. Где нормально? Все ненормально. От рождения до смерти. Почему они стараются всех роженец затянуть туда? Что они с ними делают? Какие растут? Какие уколы дают? Девушки бесплодные. Выходят замуж. Где-то, я не знаю, сейчас писали процентов 25, что ли, совершенно бесплодные. Ни одного укола, ни одной прививки не давайте делать. Идет изничтожение нации. Вот об этом помолитесь. Чтобы тебе мозги Бог вправил. Ты еще не жила, у тебя уже все извращенное в башке. В карман ничего нельзя положить. Нормально. Как это нормально может быть? Еще раз говорю, вот образец нормальный. Это, я не знаю, военный или не военный вот этот. Военная, военная. Понимаете, тут все обдумано. Даже на рукаве что-то лишнее положить. Хотя, почему? Потому что тут патроны лежат у него. Тут аптечка. Внутрь, вы видите, пуговки. Посмотрите, раз, два. Здесь тоже пуговка. Покажи. Покажи. Застегивается, все. Не потеряется. Пуговичка застегнул. Вот рубашка. Вот нормально. Вот смотри она как. Раз, два. Гляди, раз, два. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь карманов. Восемь. А у вас на восьмерых ни одного нету. Нормально? Нет. И поэтому у вас ничего нету. Сложил на руки. Платочками дорога вся усеяна. Вчера только подхожу. Я не говорю, подбери платочек тут. Шарик подошел, пылит. Там, гляжу, на что он пылит? Платочек. Как нормально? Ты потеряла уже столько, что тебе не заработать. Я не теряла платочек. Нормально? Все ненормально? Абсолютно все. Нам отходы дают. Для насмешки строят. Не бери никогда, не покупай это. Распуфыленный, говорит, дура. Вот об этом будем молиться. Чтобы мозги Бог вправил нам. Русская нация была одна из самых передовых наций в мире. Да, не было такого большого образования. Зачем образование-то? С высшим образованием сегодня банщиками работают. Научили их с высшим образованием. Они... Работать-то никакой нету. Заводы закрыты. Все открывают там торговые центры разные. Аппаратурный завод. Один из крупнейших, может, в Сибири был торговый центр. Меланжев комбинат. Тут каких-то заводов не было в Барнауле. Ничего нету. Нормально. Кого нормально-то? На тебе надето там все ненормальное. Слово нормально исключите. А только молись, чтобы Бог поставил эти шарики мозговые на место. И ты увидишь, как у тебя все загудит. Ни с чем не соглашайся, что неправильно. Еще раз говорю для мужчин. Смотри. Которые рядом с нами, они знают. Вот у дяди Володи, у всех. Вот купил рубашки распашонки. Распашонки не было никогда у русского человека. Распашонка на ребенка надевается. И когда человек парализованный, ему через голову не наденешь. А как вот зашил, вверху зашил, здесь прошил, все. Через голову надернул, побежал. Я говорю, понятно? У вас будут семьи. Введите нормально в семье хозяйство. Жизнь. Как входить в дом. Передний угол. Что там должно быть. Никаких человеческих портретов, чтобы нигде не было на стене ни одного. Кроме священного изображения. Христа, Божьей Матери, Святых. Мы православные. Ты понимаешь? Да. Вот сейчас у меня будет разговор с мамой с вашей. Кирилл. Обязательно будет. И ты думаешь, вот вас трое из одной семьи. Ты, Андрей. Кому я дам самую хорошую характеристику? Вике. Вике, конечно. Маленькая девчонка обошла вас на поворотах и на прямой финишной. Ей вообще замещания нет. Я вам скажу, мы с ней друзья. И мне не стыдно это сказать. Если у меня было бы что-то больше подарить, я подарил бы первую очередь ей. Андрей совершенно попал не в свою обстановку. У тебя лагерь наш не нужен. Не нужен. Если ты так и будешь продолжать дальше, то твердо знай, больше ты здесь не будешь. Ты будешь там, где тебе будут нос квасить, подсыпать тебе пакости всякие. Этот неопределенно такой. Потому что болтает много. Сатана, говорит, живот его скручивает, когда говоришь. Ты измени обстановку. И ты увидишь, как все по-другому пойдет. Сейчас закладывается это все. Я смотрю, вот ролики сейчас посмотрел. У Арсения даже внешне заметны перемены. Как он подходит, как улыбается. Парень-то не дурной. И улыбается так, понимаете, у него притягательная улыбка. Он когда улыбается. Так она расхвастится. Ну какая-то бабка там сидит в семечке, щелкает около подъезда. Это особенно видно в интернете, когда никто не мешает. И я смотрю на них. Ваня умный человек, все. Ну что-то к вёл и не разбуженный. Его с постели поднимут, а разбудить не разбудят. И он как со мной было, ходит. Изменит отношение к этому. Вот об этом сейчас будем молиться. Не просто отстояли мы. Заметьте, вот сделали мы это место так. Почти нет никаких мошек. А если ветерок чуть донет, здесь ни одной мошки не будет. Всё. Продолжайте молиться. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Души Истинной. Живи в детстве и ся исполняй. Сокровище благих и жизни подателю. Приди и вселися в ные, очистенные от всякие скверные. Спаси блажи души наши. Святый Боже, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко, на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И оставь нам долги наши, яко, же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благи. И ангельскую песнь возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Умы просвети, сердце открою уста мои. Чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся. Так страхи воскликнем Тебе в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Придите, поклонимся, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла Потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих Умастил и леем голову мою, чаша моя преисполнена Так благость и милость твоя, да сопровождают меня во все дни жизни моей И я пребуду в доме Господнем многие дни Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки и веков, аминь Аллилуйя, 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 Слава Тебе Боже Боже, очисти меня грешного, так как я никогда не делал доброго пред Тобою Избавь меня от зла и пусть будет во мне Твоя воля Дай мне безнаказанно открыть мои недостойные уста И восхвалить Святое Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне и всегда и веки вечные, аминь Пресвятая Владычица моя Богородица Святыми Твоими всесильными мольбами Отгонит мне ничтожного окаянного раба Твоего Беспечное забвение Неразумие, нерадение И все скверные, лукавые, хульные помыслы От окаянного моего сердца От помраченного ума моего И погаси пламен страстей моих Ибо онищ и жалок Избавь меня от многих губительных воспоминаний и помыслов И от всех злых влияний освободи меня Ибо Ты благословенна от всех родов И славится многочтимое имя Твое Во веки веков Аминь Святые ангелы, поставь мне блюсти Мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня за невоздержность мою Не дай возможности злому демону Починить меня себе преобладанием этого смертного тела Возьми крепко несчастную опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения О, святой ангел Божий Хранитель и покровитель бедной моей души и тела Прости мне все, чем я оскорбил Тебя все дни моей жизни Если я чем согрешил прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом И молись за меня Господу Чтобы он утвердил меня в страхе своем И садил меня рабом достойным своей милости Аминь Молите Бога о нас, святые угодники Божии Ибо мы усердно к вам прибегаем Скорым помощником и молитвенником о душах нашей Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария Господь с тобою Благословена ты в женах И благословен плод чрева твоего Яко спаса, родила и си души наши Спаси, Господи, людей твоих И благослови наследие твое Победы на врагов, даруя православным христианам И крестом твоим сохраняй твой народ Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного И по святым его молитвам прости мои согрешения Спаси, Господи, и помилуй родителей Даруем душевного спасения телесного здравия По их молитвам прости мои согрешения Спаси, Господи, и помилуй святейших вселенских патриархов Пресвященных митрополитов Митрополита Иллариона, Сергия Патриарха Кирилла Епископа Евтихия, Максима, Диамида, Гафангела Архиепископа и епископа православных Весь священнический монашеский чин И весь притчат церковный, который ты поставил Пости словесное твое стадо И по молитвам их помилуй и спаси меня грешного Спаси, Господи, и помилуй священников протерея Иоакима и Анна Павла, Геннадий, Михаил, Наума, Василия, Виталия, Андрея Дару добрых пастырей в стране Российской Церкви Православной Проповедующих слово твое неповрежденно по учению отцов в церкви А не по своим вымыслам Спаси, Господи, и помилуй дьяконов Александра, Евгения, Михаила, Андрея, Андреевича Отцов в церкви нашей Игоря, 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 Севастьяна, Льва, Андрея, Виктора Всех православных христиан Здесь проживающих, в Барнаульской общине В России не находящихся Сохрани нас, Господи, в сей день От пожара, от несчастного случая От лукавых духов От недобрых людей, от всякого рода зла И душам нашим полезное сотвори Обрати, Господи, к вере истины Приведи к покаянию родственников наших Правители, обрати дару мудрости При управлении столь многочисленным народом Владимира, Дмитрия, Барака, Ангелину, Франсуа Рамзана, Александра, Виктора, Михаила, Петра, Арсения И других правителей стран мира сего Вложи в сердца правителей мирное доброе намерение Утиши войны, примири враждующих На Украине, в Сирии, в Палестине И других частях мира Слава Тебе за начало нового дня Которого никогда еще не было на земле За это тихое мирное время За эту возможность Склоняться у ног Твоих, Господи Благодарим Тебя Слава Тебе, Боже Во веки Отступивших от православной веры И ослепленных губительными ересями Светом Твоего познания просвети И к Святой Твоей апостольской Соборной Церкви причти Избави, Господи, от пьянства Павла, Игоря, Евгения, Николая, Николая, Андрея, Константина Михаила Александра, Владимира Приведи их к покаянию Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих Всех православных христиан Прости все их согрешения Вольные и невольные Даруй им Царствие И причастие вечных Твоих благ И наслаждение Твоей бесконечной И блаженной жизни Поем Достойно есть всякого истину Блажите Тя, Богородицу Присоблаженную и пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херувим И славнейшую без сравнения Серафим Без искления Бога Слово родшую Сущую Богородицу Тя величаем Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков Аминь Господи, слава Тебе Боже всемогущий Хвала Тебе Хвала Тебе Бог Егова Абва Отче И услыши молитву Моли Бога о нас Святый Пророк Иоанн Предтеча Моли Бога о нас Научи нас жить В скудости и в бедности И за все благодарить Бога И устоять перед правителями и начальствующими И не убояться их Святитель Христов Никола Мерликийский Чудотворец Моли Бога о нас Господи, слава Тебе За дивных Твоих святых Которые слышат наши молитвы О людях и о животных Аллилуйя Все святые Молите Бога о нас Святые Праводцы Пророки и апостолы И силы бесплотные Предстоящие Служащие пред Богом Святые великомученики и великомученицы Мученики и мученицы Святые в земле русской просиявшие И все святые Молите Бога о нас Слава Тебе, Христе Боже Упование наше Слава Тебе Прими, Господи, все моления наши Воздеяния рук Как жертву пред престолом благодати Твоей И соедини наши молитвы Молитвами всех святых Моляешься Тебе на небе и на земле И услыши молитвы тех, кто молится о нас во благо нам И прими наши молитвы О всех заповедавших молиться о них Да будет все по воле Твоей святой Аминь Говори, Господи, слушает и слышит Раб Твой Аминь Доброе утро Смотрите, можете поближе подойти, чтобы видно было Я желал только одну убрать крапиву, которая будет расти и каждый год ее надо косить Осторожно здесь Но тут неповрежденная осталась вот эта задвижка Вот я на молитве уже посмотрел Виктор Николаевич стал с места Руководитель должен стоять на постаменте выше, а он оказался ниже И это действительно удобное место для него Поэтому пока это отменить Никита Да А вот здесь самые крайние, которые Перевернуть их Маленько обколотить Сделать возвышение для Виктора Николаевича здесь Прямо сделать намного выше И одармина эта закроется, на него никто не упадет А его как-то пометят Потом палочку поставим, что здесь задвижка Она может никогда не потребуется, но чтобы знать где Начинаю вот сейчас где он стоит Чтобы не заваливать крапиву Сначала ее выкопать Я останусь сейчас здесь Перевернуть Так Володя В батюшке три жерди Заложите Ну и найди дорогу, которая дорога Может быть Чтобы не прыгать там по этим вот Может быть вот так вокруг объехать по деревне Зайти и спросить куда положить Оттуда Вчера прислали сколько евангелий? Я не знаю Ну Сто с чем-то, я не знаю точно Сто с чем Это четверо евангелие и здание патриаршее Рот закрывать нужно И оттуда евангелие привезете Поэтому с собой возьмите две палатки Возьми на это сам Ты С ним Так Дядя Никитий, кто хотел бы из ребят здесь работать Вот так вот, как я показал, выкапывать С лопатой здесь быть Ну ты маленький, надо побольше, чтоб кто-то был Добровольщик, кто хотел бы здесь вот так выковырять И сюда подносить, завалить и это сделать возвышение Ну остатки тогда уйдет туда Понятно, похвально Ну молодцы Леви и проще хотят А? Леви и проще Или они, да Ну это замечательно, конечно Но тут нужна сила мужская Похвально, это замечательно Я ждал от этого отрока, что он скажет первый Скажет, я могу А нет, у него главное это козырек Козырек Напередил Задим бесконечное счастье Я хочу и жерди батюшки таскать Я сейчас что? Викторию надо поливать, он нужен будет Черпать воду там Ну ладно, черпайте там воду Тогда остаюсь я Мне нравится выражение Сергия Радонеска Никого свободного нет, один я свободный Маленький, тяжело Вот в чем дело Я признал вас Так, а второе, армию разбирайте и уходите Мы остаемся Евангелие Единственный ответ А? Евангелие Евангелие, ну считай где оно? Вот она Кратко прочитай только Евангелие Даже без толкования И сразу расходимся Евангелие от Марка 4 глава С 21 по 23 стихи У рашки в это время снимаются Когда Евангелие И сказал им Для того ли приносится свеча Чтобы поставить ее под сосуд Или под кровать Не для того ли Чтобы поставить ее на подсвечнике Нет ничего тайного Что не сделалось бы явным Ничего не бывает потаенного Что не вышло бы наружу Если кто имеет уши слышать Да слышит Толкование не надо Все Потом успеете Разбирайте армию Мы остаемся двое с Никитой Хороших крепких ребят Которые отвезут жерди Они везли в прошлый раз две жерди Я думаю три свободных тережки Так дядь Володя И кто пойдет Так все Остальные на полив Все на полив Виктория Кто после завтрака Хотел бы здесь С лопатами работать С лопатами Кто кепка валяется Кто кепку оставил Песню народ С Богом Песню народ Отвезите батюшки Все восемь жердей Постепенно Я хотел здесь После завтрака работать Ты понимаешь Это трудно очень Трудно Тут надо Крепко